С тех самых пор, как древние люди организовались в обществе, живущие по определенному распорядку и правилам, есть в обществе те, кто эти правила и распорядки нарушает. С развитием цивилизации и усложнением системы взаимоотношений усложнялись и правила, и тем больше становился простор для нарушителей. Между тем, таково очередное правило – тот, кто нарушил, непременно понесет наказание. Это территория закона. Здравствуйте! Учебный год стартовал, однако итоги лета все еще подводятся. В частности, анализируется деятельность детских летних оздоровительных лагерей. Не секрет, что нарушение в этих учреждениях довольно часто встречающийся факт. Прокуратура Железнодорожного района проведена проверка исполнения законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей в лагерях, открытых в период летних каникул в образовательных учреждениях, расположенной территории Железнодорожного района города Рязани. В ходе проведенных проверок выявлено нарушение требований санитарных норм и правил к устройству содержания и организации режима в школьных лагерях, открытых в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях школы номер 44 и номер 4057. В связи с выявленными нарушениями закона прокуратуры района 23 июня 2017 года в школы номер 44 и номер 57 внесены представления и возбуждены два дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью первой статьи 6.7 Кодекса административных правонарушений, которые рассмотрены и одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности и два должностных лица привлечены к административной ответственности. Стремительно пролетел год и уже совсем скоро мы будем вспоминать трагические события в осеннем переулке, после которых стало еще очевиднее, что к исправности газового оборудования необходимо относиться с особой ответственностью, однако понимают это не все. Установлено, что в 226 многоквартирных домах, которые обслуживает управляющая компания «Наш Дом» и «ЖУК», истек срок эксплуатации газового оборудования. Его диагностика не проводилась. В целях устранения выявленных нарушений прокуратуры района в адрес управляющей компании внесены два представления, контроль, в смотре которых находится на контроле прокуратуры района. Коррупция – одно из древнейших явлений в системе общественных отношений, такой же древний, как социальный порядок, управляющий жизнью людей, каков бы ни был этот социальный порядок. Естественно, в ходе исторического процесса это явление постоянно трансформируется и видоизменяется. По мере усложнения политических и экономических порядков возникают новые формы проявлений. В современном мире коррупция представляет серьезную, насущную проблему практически для всех государств. В преамбуле Конвенции ООН против коррупции отмечается серьезность порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку. А также то, что коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран. Сегодня проблема коррупции, подавление различных ее проявлений и противодействие ее распространению, выработки и практической реализации эффективной антикоррупционной политики является предельно острой и жизненно важной для Российской Федерации и в частности для нашего региона. В одном из высших учебных заведений нашего города выявлены нарушения статьи 8 Федерального закона номер 273 противодействия коррупции. Главным бухгалтерам и одним из проректорам в своих справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год предоставлены недостоверные сведения, а именно скрыт доход от продажи квартиры общей площади почти 90 квадратных метров, а также о наличии в собственности нежилого помещения. В прокуратуре района в адрес ректора высшего учебного заведения внесено представление об устранении нарушений законодательства противодействия коррупции, которое в настоящее время рассмотрено, и указанные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора. 24 августа 2017 года Советским районным судом города Рязани рассмотрено уголовное дело и вынесен приговор в отношении одного из рязанских индивидуальных предпринимателей, одновременно являющихся директором общества с ограниченной ответственностью. В соответствии с данным приговором, индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть за совершение трех преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств в виде субсидий, выделяемых в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка среднего и малого предпринимательства» в Рязанской области в общей сумме 900 тысяч рублей. Незаконное пребывание иностранных граждан на территории региона – проблема, известная давно и не исчерпавшая себя по сей день. Резиновые квартиры, дешевая рабочая сила, отсутствие прописки – все эти выражения знакомы нам из сводок криминальных хроник. Между тем, ситуации повторяются и повторяются, а правоохранительные органы не устают бороться с нарушениями миграционного законодательства. По результатам проведенной прокуратуры Рязанского района в августе текущего года проверки соблюдения миграционного законодательства установлено, что жительница села Мурмина Рязанского района незаконно поставила на миграционный учет пять иностранных граждан. По результатам проверки, 17 августа текущего года в органы предварительного расследования направлено два материала проверки для решения вопроса уголовного преследования. По признакам преступления предусмотрены статьей 322 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. По результатам проведенной доследственной проверки и органам дознания, 30 августа 2017 года возбуждено два уголовных дела в отношении данной гражданки. Расследование данного уголовного дела продолжается. В августе этого года в администрацию Выжгородского сельского поселения поступило обращение жителей села Выжгород о том, что несовершеннолетний парень, житель того же села, регулярно нарушает общественный порядок. Глава администрации обратилась к матери нарушителей и посоветовала обратить внимание на его поведение, на что получила в ответ поток нецензурной брани в свой адрес. 15 августа 2017 года приговором в мировом суде судебный участок номер 69 Рязанского района суда вынесен приговор в отношении жительности Выжгородского сельского поселения, которое признано виновным в оскорблении главы Выжгородского сельского поселения, и ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов. В настоящее время приговор вступил в законную силу. По обращению жителей Октябрьского района, прокуратурой района проведена проверка, в ходе которой сотрудники выявили общество с ограниченной ответственностью, нарушающее закон о торговле с табачными изделиями. Общество с ограниченной ответственностью Бест Прайс занимается реализацией табачной продукции. Данное учреждение должно располагаться как минимум в 100 метрах от учреждения, которые занимаются образовательной деятельностью. Однако в ходе проверки установлено, что данное учреждение находится в непосредственной близости от учреждения, занимающейся образовательной деятельностью. В ходе проверки возбуждено дело административного правонарушения по участию 1 ст. 14.53. Кодекс административных правонарушений к административной ответственности привлечена заведующая универсал МОО Бест Прайс. Поселок Солочи в последнее время часто упоминаем в новостях. Территорию любимого многими в регионе и за его пределами курорта незаконно застраивают. Между тем борьба с этим выпивающим фактом идет. В ходе проведения проверки прокуратур и района выявлены факты самовольно построенных объектов капитального строительства, то есть без разрешения на строительство, и строительство объектов с нарушением проектной документации. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьями 9.4 и 9.5 Кодекса административных правонарушений. В связи с выявленными нарушениями предостроительного законодательства Прокуратурой района в отношении виновных лиц возбуждено 4 административных производства, которые рассмотрены с наложением штрафа. Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов, в задачу которой входит осуществление от имени Российской Федерации надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на ее территории. Сферы деятельности прокуроров разнообразны, и контроль, который осуществляют сотрудники, способен защитить каждого из нас от несправедливости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова